На 23 февраля женщины им устроили церемонию Оскар, а мужчины в ответ накануне 8 марта посвятили прекрасной половине человечества стихи. Сегодня в Большом зале Ярославской мэрии был день поэзии. Как и полагается, прошло все с аншлагом. Илья Барабанов наблюдал за тем, кто из городского руководства сорвал женские овации. Судя по количеству цветов, которые ждали своих хозяек у Большого зала мэрии, солнечная весна пришла в эти стены. Утренняя рабочая суета около полудня сменилась искренними пожеланиями и поздравлениями. На календаре еще не 8 марта, но в этот весенний праздник сильная половина Ярославской мэрии будет со своими семьями. Поэтому сегодняшний день самый подходящий момент для исключительно внутри рабочего торжества. Март очень особенный месяц, потому что в этом месяце родилось больше половины части моей семьи. Мой муж, старший сын, мой отец, я. Поэтому для нас это особый месяц. Самый лучший подарок, ну это, наверное, ничего не делать, лежать в постели, утром выпить чашечку кофе и просто балдеть от того, что ты никуда не бежишь и ничего не делаешь в этот день. То, что касается настроения, рецепт очень простой. Когда я прихожу на работу, я стараюсь закрывать дверь вместе со всеми проблемами, которые ее не касаются. Я думаю, это очень помогает. 8 марта, не знаю, так заведено, наверное, что мои близкие, да, они просто дают мне больше, наверное, свободного времени для меня. То есть для... я могу, я не знаю, я просто могу посидеть, потом посмотреть кино или я пойду куда-то погуляю. Просто, то есть не у плиты, не у хозяйственных дел, а чем-то другим я занимаюсь. Собой. В большом зале сегодня пели, танцевали, желали, поднимали бокалы. И потрудиться мужчинам действительно пришлось, ведь коллектив Ярославской мэрии на 85% женский. Действительно, весна начинается с 8 марта, с прекрасной половины человечества. 8 марта день очень приятный и, поверьте, для мужчин он приятнее, чем для женщин. Конечно же, в эти дни мы вспоминаем своих родных и близких, своих коллег, стараемся их поздравить, чтобы у них было больше улыбок. Я не знаю, что не хватает женщинам, но я знаю, что им нравится. Им нравится всегда внимание, забота, доброта, любовь. Вот я не знаю, как у каждого из мужчин или в семье, в жизни, но я точно знаю, что если к женщине относиться с лаской, с нежностью, с любовью, это ей всегда будет нравиться. 23 февраля церемония вручения Оскара. Перед 8 марта день поэзии. Стихов в честь женщин в большом зале сегодня прочли много. Хоть они все наизусть, но зато от души. Некоторым даже удалось сорвать овации прекрасной половины мэрии Ярославля. Женщина – источник вдохновения. Женщина – земное божество. Женщина – оазис наслаждения. Женщина – сплошное волшебство. Вот так Николай Ильич Сарбанский аплодисменты нашли.